Появляются статьи о ядерной триполярности, например. Теперь победой будет считаться не просто перемирие. Россия получит примерно 321-323 миллиарда долларов. Америка вовлечена непосредственно. Они заблокировали порты. И там зерно наше. Мы не можем вывести зерно. Важно и выиграть войну, но еще важнее выиграть мир. Политэк онлайн в эфире. Здравствуйте. Я Инга Мизерия. И со мной на связи Вадим Карасев. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. После продолжительного или непродолжительного, но перерыва точно. Были на то обстоятельства. Сегодня работаем. Слава Богу. Хорошо, что работаем мы не после ядерного удара, как многие ожидали 9 мая. Но дела-то все равно нерадостные. Война продолжается. Хочу вас спросить по поводу событий последней недели. 9 мая понятно. Уже много об этом говорили, проехали. А вот также был подписан ленд-лист. И вроде все хорошо, но за те деньги, на которые все это должно строиться и предаваться нам, будут голосовать где-то в конце мая, а может быть в начале июня. Так что же происходит? Мир вздохнул с облегчением, что нету ядерной войны и можно так активно Украине не помогать? Ну, я думаю, что пока говорить рано о том, что все вздохнули с облегчением. Наоборот, если взять академическую политологию, западную прежде всего, и не только западную, то вот в таких журналах, как Foreign Affairs, появляются статьи о ядерной триполярности, например, о том, что Китай активно сегодня наращивает ядерные боеголовки, потому что примерно 90% ядерных боезарядов это почти поровну принадлежит или припадает на США и Российскую Федерацию. Вот Китай озаботился этим и серьезно сегодня говорят о том, что может появиться еще один ядерный полюс, потому что последний довод, скажем, в любом военном конфликте, наверное, как считают сегодня китайские товарищи, может быть интенсивное наращивание ядерного вооружения. Они шахты строят, ну, понятно, на подводных лодках там тоже начинают создавать вот так называемые ядерные боеголовки. Ну, в общем, по всему комплексу ядерной триады. В Британии сейчас тоже озаботились наращиванием ядерных боеголовок, но в Британии там в основном это подводные лодки, так, учитывая то, что Британия морская держава. Ну, в общем-то, и, кстати, не спадают разговоры о том, о возможности тактического ядерного удара, о том, что сегодня ядерная зима, может, уже это слишком, ну, скажем так, такой сценарий в стиле Армагеддона или апокалиптический сценарий, который был популярен в 80-е годы, а вот сегодня, скажем, может быть частичный ядерный удар, но без ядерной зимы, там без полного уничтожения человечества. Ну, в общем, это активно сегодня, скажем, в таком научном дискурсе политологическом разрабатывается, в дискурсе международных отношений. Но поскольку проблема есть, ее надо тематизировать, описывать, артикулировать. Это не значит, что все должны сразу готовиться к тому, что будет там ядерная война. Но это тоже симптоматично, потому что ничто не появляется просто так. Так, ничто не появляется в научном или там публицистическом дискурсе, вот из ничего. Значит, есть проблема. Значит, к этому надо отнестись серьезно. Несмотря на то, что, понятно, никто не говорит, что завтра или послезавтра это может произойти. Но на всякий случай готовятся. И на всякий случай тоже речь или там ставят задачи, очевидно, долговременные по так называемой денуклеаризации России. То есть сделать так, чтобы у нее не было ядерного вооружения, или оно было минимизировано, ну и так далее. Это что касается вот этой темы, я мог бы ее и пропустить, но должен, скажем, мог бы пропустить, но все-таки посчитал, что нужно указать на это. Что появляются статьи авторитетных, не просто там, скажем, фриков или, ну скажем, экспертов во всем вопросам, а именно профильных экспертов, профильных политологов, профильных исследователей с американской стороны, с западноевропейской, с российской. Вот относительно вот этой, ну скажем, по-новому зазвучавшей проблеме или по-новому звучащей проблеме. Теперь, что касается войны, слава богу, не ядерной, хотя, конечно же, даже вот сказал и подумал, ну как можно так говорить, но война всегда это трагедия, это жертва, так, вот, но тем не менее, война идет пока конвенциональная, ну то есть, как бы война, но все-таки без применения ядерного оружия, она затягивается, затягивается эта война. Более того, сейчас, я так вижу, никто не пойдет на уступки. Переговорный процесс завис, заглох, хотя и не сдох окончательно. Вот, об этом, к этому переговорному процессу возвращаются, о нем напоминают. Вот последний интервью РБК Украины Андрея Ермака, он тоже говорит, что переговоры там, переговорных этих группах разных, они там шатка-невалка, в мяло-тихущем режиме, но все-таки идут, но о договоре, о каком-то перемирии пока, по крайней мере, пока речи не идет. И это значит, что никто не хочет уступать, а все хотят побеждать и уверены в своей победе. И, в-третьих, что, вот, если говорить, обратиться к изменению дискурса и риторики, скажем так, и дипломатической риторики, и военно-политической риторики, нашего риторики, нашего руководства, то, вот, и президент Зеленский несколько дней назад, сегодня я смотрел интервью Кулебы в Financial Times, с ООН, еще раз об этом сказал Андрей Ермак в упомянутом интервью, Михаил Подоляк, советник Ермака, говорят о том, что, о новых критериях победы Украины, что означает победа Украины в войне, которую Россия развязала по отношению к Украине на нашей территории. Теперь победой будет считаться не просто перемирие, зафиксировать, скажем так, линию разграничения на сегодняшний день, как она идет, ну, условно говоря, какой-нибудь Минск-3. И даже речь не идет о том, чтобы вернуться на позиции 23 февраля, но вот президент четко сказал, для нас победа – это возвращение всех территорий Украины в рамках международно признанных границ. Почти дословно я процитировал. Это Крым, это весь Донбасс, это граница 1991 года, момент провозглашения украинской независимости. Так что, конечно же, говорится о том, что переговоры могут возобновиться на только тогда, когда Россия, в общем-то, вернется на позиции 23 февраля, а там уже можно будет, скажем так, в других форматах или там в двухстороннем формате на уровне двух президентов продолжать говорить о судьбе Крыма и Ордло, именно Ордло. Так сказал Ермак не ДНР и ЛНР, а именно Ордло. Тоже важный нюанс. То есть используется в данном случае именно украинская транскрипция, как она была основана еще в 2014-2015 годах, ну, в 2015-м, после принятия соответствующего закона. Но это значит, что мы смотрим, наш руководство смотрит на военную кампанию, на военные действия, более оптимистично, нежели это было там в марте месяце, так, даже, наверное, в начале апреля, и смотрит на ситуацию с перспективой победы, а не перемирия и так далее. И победа именно вот состоит именно в том, вот на что я обратил внимание. Почему? Ну, во-первых, мы видим, сколько уже было сказано о новом наступлении России, о каком-то генеральном сражении, вот-вот-вот-вот. Мы видим, что если есть продвижения, то они, ну, скажем так, не очень ощутимы и не очень убедительны. Идут позиционные бои, идёт контрбатарейная игра. Вижу, что и к нам уже на нашей позиции подтягивается артиллерийское вооружение, которое вот в рамках последних партий или транше военной помощи мы получаем. Это очень важно. Именно гаубицы, самоходные орудия, часть, ну, танки, это тяжёлое ударное вооружение, беспилотники и так далее. Это очень важно, потому что основная, ну, скажем так, боевая часть, вот, того, что происходит на Донбассе, это работа артиллерии. Это сначала артиллерийское взламывание огневой мощью позиции противника, а затем уже идут, там, пехота идёт или там какой-то силы специальных операций. И вот мы начинаем уже тоже получать эту артиллерию. Нам её очень не хватало, что советские боеприпасы закончились, советские орудия закончились. Теперь мы получаем уже натовское вооружение. А это значит, что боеприпасы мы будем получать тоже западное, то есть западное или западноевропейское, американское, канадское ВПК. Поскольку у нас своего ВПК нету. У нас же территория, вот там, где идут бои, это там как раз было создано течение нашего ВПК. Это Харьков, это Николаев, это Камоторск. Поэтому мы теперь, это очень важный момент, потому что этот взрыв произошёл на такой важной встрече министров обороны 43 государств, 43 государства, 43-е это Украина. И там, собственно, уже эта встреча будет ежемесячная. И все запасы ещё советского вооружения, которые есть у этих стран, они будут перенаправлены в Украину. Это ещё важно. Почему? Потому что наши солдаты, офицеры, военные специалисты, они ещё заточены на советское видооружение. Так, в том числе и артиллерийское и другое, так, стрелковое. А затем уже пойдут и уже идут, кстати говоря, продукции именно западного ВПК. Для этого готовятся люди. Специально мы знаем, что уже подготовлено примерно 20 тысяч за последнее время, 20 тысяч наших военнослужащих, которые могут работать с западными видами вооружения, именно тяжёлыми вооружениями. Вот сейчас Анна Лена Бербок в Киеве, она заявила о том, что Германия даст Украине, надаст Украине, лучше так сказать, предоставит, надаст, не просто даст, а надаст, предоставит Украине тяжёлое вооружение, танки и артиллерия, но прежде всего гаубицы и подготовка военнослужащих для того, чтобы обслуживать это всё. В общем, это внушает такой осторожный оптимизм, очевидно, нашему военно-политическому и военно-оперативному руководству, что мы можем выстоять, причём достаточно длительно, время может работать на нас, скорее всего, работает на нас. Плюс ленд-лиз всё-таки пойдёт тоже, через какое-то время, тоже уже мы ощутим эти поставки, скоро примет Конгресс, соответствующий закон. Я думаю, долго затянуть не будут. Думаете, это будет быстро, да? Быстро, более, да. Более того, в чём процедурная суть ленд-лиза? Она даёт возможность президенту США в рамках утверждённой программы и в рамках финансирования без согласования с Конгрессом выдавать указы о предоставлении той или иной части военной помощи. Это длительная, конечно, программа, ну там по максимуму 38 миллиардов долларов, так, в начале 33, ну вроде бы 38 уже, длительная, и это не только вооружение, это и промышленная, скажем так, техника, это автомобили военные, это и питание, ну по опыту Второй мировой войны, не исключал в себя, скажем, говоря, не только вооружение, не только там артиллерию или там ещё противотанковые и тому подобные виды, как оборонительного, так и наступательного, ударного направления, ну и продукция промышленного назначения. Вот. Но это вот, я думаю, что в ближайшее время мы начнём уже, пойдёт, сдвиг по программе ленд-лиза. Стало быть, в военно-техническом плане, с точки зрения обеспеченности вооружения, мы получим достаточно серьёзное укрепление. Ну, по крайней мере, я не только надеюсь на это, но я вижу, что к этому всё идёт. Значит, на фронте, на фронте, вот на Донбассе, несмотря на то, что сейчас идут очень упорные бои, да, и не всё так, скажем так, просто, и где-то мы отступаем, не сильно, скажем так, ну давайте говорить прямо, ну всё-таки есть отступление, там Попасную оставили. Хотя, можно сказать, что там на севере Харькова, там в районе Циркунов, Северного Салтова, я как харьковчанин хорошо знаю, это районы туда, в сторону, скажем так, Белгородской области, мы отбили. Вот часть территории северного Харькова, так, Северного Харькова. Вот. Но, тем не менее, вот есть, скажем так, расчёт, надежда, наверное, осторожный оптимизм, что можем продержаться, что время работает на нас, и стало быть, сегодня никаких, там, переговоров, тем более перемирия, на условиях врага. У нас тоже есть чем, скажем, противопоставить, для того, чтобы участвовать полноценно в переговорах, ну на тех условиях, о которых же я сказал, и о которых, ну о которых говорил Зеленский, и на которые я уже указал. Вадим Юрьевич, я вот, собственно, к чему, когда я и начинала с этого Ленд-Виза, потому что Арестович уже несколько раз говорил о том, что голосование будет ещё, ну вот, если в конце мая, это всё, это долго, и, соответственно, ну это не очень хорошо для Украины. Так вот, я просто к чему? Сейчас осенью, мы же знаем, там будут выборы, и не получается ли так, что вот это вот бюрократические процедуры могут немного затягиваться для того, чтобы триумфально под выборы демократы показали, как сильно они помогают Зеленскому, чтобы Байден приехал в Киев, пожал руку Зеленскому, и, собственно, это добавило каких-то очков на выборах. Да, смотрите, ну что касается Алексея Арестовича, он же говорит не только от, ну не столько от своего лица и экспертного мнения, сколько как советник охлавы Офиса Президента. И вот это его, ну скажем так, осторожный оптимизм, так, или излишне осторожный оптимизм, он связан с тем, чтобы подтолкнуть американцев к тому, чтобы они делали, действовали более быстро. Я, например, смотрел информацию, так, в том числе, ну, американских источников, так, что они тянуть не будут. Они сделают очень быстро. А Ленд-Лиз уже позволяет Байдену действовать еще быстрее. Без того, чтобы это новую программу, скажем так, или новую помощь посылать в Конгресс, согласовывать, там, финансирование, голосовать и так далее. Вот. Тем более, действительно, Конгресс, часть Конгресса будет занята выборами, как вы очень правильно заметили, что скоро выборы. Но, есть одно тут, скажем, уточнение, все-таки, по соотношению или отношению ситуации в Украине, военной ситуации в Украине, или военно-оперативной ситуации на востоке Украины, и с выборами в США. Все-таки, главная повестка промежуточных выборов в Конгресс, это внутренняя повестка. Это экономика, это бензин, это инфляция. Хотя рабочих мест создано больше, там, по-моему, 300 тысяч создано за последнее время рабочих мест. Для Америки это очень важно, потому что это еще социальная составляющая. Там нет социальной помощи, как в Европе, как у нас. Если ты имеешь работу, ты можешь все покрыть, там, сказать, страховку, там, платежки всякие и так далее. Но, тем не менее, главное, это внутренняя повестка. Потому что начинается в Америке автомобильный сезон. Сезон, так сказать, на автомобиле. Бензин растет. Так что все-таки внутренняя повестка, экономическая, социально-экономическая повестка будет играть важную роль. Хотя не исключаю, что возможен визит Байдена в Киев, если все будет складываться хорошо, для того, чтобы укрепить позиции демократов накануне ноября месяца, каждый первый вторник ноября высокосного года, идут президентские выборы, а между президентскими выборами промежуточные выборы в Палату представителей и в Сенат США. Хорошо, спасибо за некий оптимизм, потому что я, знаете, как по нашей украинской традиции, значит, в критериях зрада перемога. Хочу вас просить по поводу... ну, вылечила вооруженные силы Украины потихоньку как это... осуществляя терапию вот этих детских болезней украинской независимости. Наши вооруженные силы это, в общем-то, наша основная надежда, гордость. Хорошо, значит, я хочу спросить, вот все-таки выступая 9 мая, он ничего не сказал про Херсон и вообще про юг Украины. У меня закралось такое впечатление, что он совершенно не уверен в том, что юг Украины может как-то в дальнейшем быть под контролем Российской Федерации, несмотря на то, что там депутаты, которые там представители Единой России приезжают, начинают рассказывать о том, что Россия здесь навсегда, мы никуда не уйдем. Как вы считаете, действительно ли вот Россия не уверена? Ну, мы-то уверены, что Херсон не будет российским, ну, а что думает там? Ну, вы знаете, ну, вот что-то в этом есть. Вообще про Украину очень мало было сказано. Там было сказано больше ДНР и ЛНР. Так, Украина вообще. В основном было сказано про коварный Запад, который вот на Россию шел войной, и Россия вынуждена была упредить. Это все так, причем даже не было сказано, что это именно на территории Украины. Вот, а во-вторых, что подтвердить, что главная задача является освобождение ДНР и ЛНР. освобождение с точки зрения, скажем так, российской властной или кремлевской риторики. а действительно, вот по Херсону, ну, я не знаю, по Мариуполю вот как будет, потому что, ну, это побережье Азовского моря. Мне кажется, отказываться, но от этого они не будут. ну, на переговорах это придется все-таки применять нам более радикальные военные меры. Не сразу, не в ближайшее время. Но, это, ну, основная цель будет, это одна из национальных задач будет у нас вернуть Азовское море. Хотя, основная задача России сделать нас без морской страны, отрезать нас от морей. от Азовского моря получилось пока. Вы знаете, что сейчас, скажем так, уже идет обсуждение такое, больше диванное в Фейсбуке о том, кто виноват, почему так, Херсон заняли, ну, и так далее. Такие определенные пикировочки идут, но я думаю, сейчас надо на это мораторий. А вот когда, ну, скажем, придет время вернуться к этому вопросу, почему, относительно легко. Российские войска перешли Крымский перешейок, мост в Херсон, в Херсонскую область, почему он не был там взорван и так далее, и почему вот относительно быстро Херсонская область была, по крайней мере, часть Херсонской области, Херсон, были оккупированы Россией. Причем это, надо сказать, единственный областной центр, который Россия оккупировала. Все остальные не смогла. Что, кстати, очень показательно и вселяет оптимизм. Наш оптимизм, так, что, во-первых, мы можем отстоять, во-вторых, сохранить, а затем не отвоевать обратно. Но вот по Херсону, да, может быть, пока не знают, чем это закончится, потому что проблема же не только взять, как удержать. Знаете, 40% жителей Херсонской области покинули после того, как поняли, что, ну, оккупация, так, что ждать в ближайшее время освобождения Херсона нашими войсками ну, не очень, скажем так, перспективно, скажем так, ну, в ближайшее время этого не будет. Многие выехали в Киев, я знаю очень много, мои родственники выехали из Каховки в Киев, и это там очень трудно было выехать, потому что вначале не пускали, потом пускали, потом опять напускали эти все машинами, вот, выехали так, так что это очень важный момент, что 40% выехало из Херсонской области, и там очень много остается проукраинского населения. Кстати, если посмотреть, там, ну, я смотрю, там иногда попадают эти все в телеграм-каналах наших ролики, там, как в Херсоне прошло, ну, такое жалкое зрелище, кстати говоря, что в Херсоне, ну, вот этот бессмертный пол, там, и так, и в Каховке очень мало людей, ну, вообще, вот, когда были проукраинские митинги, они были более массовыми, более такими, ну, духоподъемными, что ли, или массовыми, действительно, это были митинги, а не какое-то унылое такое зрелище, так, с красными флагами, ни туда, ни сюда, как говорится, так, вот, так что, не исключаю, что в вашем вопросе есть очень здравое зерно, что, несмотря на то, что там, Турчак, глава полицовета Единой России, да, вот, сказал о том, что это надолго, там, предупредите, так, тем не менее, такой уверенности, я думаю, нет ни у кого из нынешнего коллаборационного руководства Херсона и Херсонской области, нет этой уверенности, и нет уверенности на высшем уровне в России. Хочу вас спросить по поводу Дениска. Тут ситуация несколько другая, да. Нет, по Мариолю тут несколько ситуация другая, но тут надо учитывать еще один момент, что по Херсону, все-таки это сухопутный коридор в Крым, это вода, Каховская, ГЕС, знаете, они сразу открыли воду, кстати говоря, это один из таких аргументов, который можно выдать за победу, потому что многие советовали, ну, я так могу, по косвенным признакам предполагать, что многие советовали Путину прекратить певную кампанию, ограничиться, 9 мая сказали, что кампания, цели операции выполнены, вода в Крым есть, сухопутный коридор в Крым есть, Мариуполь взят, там, и, там, остались выйти на границы Донецкой и Луганской области на момент 91-го года, так, ну, вот, и тем самым ограничиться этим, вот, но это действительно, поэтому, если отказываться от Херсона, Херсонской области, то это значит, надо отказаться от сухопутного коридора в Крым, это надо отказаться от воды, это надо отказаться от дальнейших планов на Николаев и Одессу, вот, я только что смотрел данные разведки США, не ЦРУ, есть Центральное разведывание управление Бернстаг, а данные разведки США, там у них же 17 примерно разных разведок, так вот, они пишут о том, что вот последний пресс-релиз, ихний, вот, вот буквально перед нашей, нашим включением, так, пишут, что Путин не отказался от планов завоневания йога Украины, то есть Николаев на Одессу, для того, чтобы лишить нас Черного моря, чтобы не были мы морской державой, очень важный момент, понимаете, вот, так что и вряд ли в этой ситуации, если верить американской разведке, все-таки меня нет оснований им не верить, то пока, как бы, так, есть по Херсону сомнения, но пока и, скажем, какого-то сценария отказа от Херсонской области и выхода сухопутного коридора во Крым и от дальнейшего, скажем так, попыток создать сухопутный коридор через юг при Черноморье, так, Николаев, затем Одесса и выхода на Передестровье, пока от этих планов российская или Кремлевская военно-политическое руководство не отказалось, Путин не отказался. Владимир Юрьевич, ну вот смотрите, как прогнозируют экономисты, там, в конце лета начнут уже действовать санкции, сейчас Европа пытается уговорить Венгрию не витировать ситуацию с эмбарго на нефть, сейчас самые крепкие решки, которые очень держались за российский газ, говорят, что там не за год, не за несколько они будут отказываться переходить или как минимум сводить до минимума пользования российским газом. Вот неужели окружение, ну допустим, Путин, у него есть идея фикс, он писал об этом в статье, он многократно говорил, да, вот его особое отношение к Украине, но вокруг него ведь есть люди, неужели никто не готов его остановить, ведь пропасть России несется с этими идеями? Ну, никто, во-первых, могут не видеть эту пропасть, это раз, во-вторых, эта пропасть может открыться не сразу и не в ближайшее время, это два, к концу года будет более-менее понятно. Знаете, это три. Третье, Путин не сумасшедший, но одержимый, понимаете, вот он ДФХ, он тоже, по-моему, Байден, вот тоже смотрел только что, сказал, что Путин расчетливый человек, расчетливый политик, но с Украиной он потерпел, в Украине потерпел фиаско, но Байден сказал расчетливый человек, но, наверное, Байден лучше знает Путина, чем я-то, по крайней мере, он встречался с Путиным, и мы можем только, ну, скажем так, какие-то давать оценки, иногда, скажем, до грани, ну, скажем так, публицистических каких-то, или просто житейских, или обывательских подходов, потому что сейчас очень много путиноведов, особенно по болезням Путина, вот я не хочу, чтобы мы, ну, скажем так, вдавались вот в эту линию, так, что с рукой, с хребтом, там, как он выглядит, онко или не онко у него, вот, и они, не по этому, он расчетливый, во-вторых, у него все, как бы, руководство, его, это все его люди, так, это два, в-третьих, ну, смотрите, я тоже вот только что смотрел перед нашим включением, заявление, было переговоры Саудовской Аравии, Эмиратов, так, по поводу нефти и возможности нарастить нефтяную добычу странами ОПЕК, несвободных мощностей или мощностей нефтяных, для того, чтобы сейчас можно было отказаться от российской нефти и компенсировать ее арабской нефтью, а в мире растет спрос на нефть, хотя Китай входит сейчас как бы в ковид и, скажем, падение темпов роста в связи с ковидом, но, тем не менее, в мире постковидная экономика растет, требуется энергия, нефть – это кровь экономики, это же все, и газ в то же время, поэтому можно даже, вот смотрите, в шестой пакет санкций Европейского Союза по России полноценное нефтяное эмбарго, я не про газ сейчас говорю, а полноценное нефтяное эмбарго так и не вошло, почему? Потому что есть проблемы у венгров, у болгар, частично у чехов и так далее, значит, им сделали там ряд изъятий, послаблений и так далее, на полноценного эмбарго нет, значит, российская экономика сырьевая будет работать, будет работать на экспорт газа, на экспорт нефти, что-то Индия прикупит по дисконту, несмотря на то, что в последнее время Индия, так сказать, отползает от России, так, вот, но нефть, нефтяные, скажем так, нефть закупит впрок по сниженной цене, цена-то растет, и России выгодно это, да, где-то объемы могут уменьшиться продажи нефти, российской газа, но цена-то высокая, она компенсируется, снижение объемов компенсируется высокой ценой, по которой продается нефть и газ, поэтому, ну, я не знаю, говорили мы или нет с вами, по прогнозу Блумберг к концу этого года, на весь 22-й год, Россия получит примерно 321-323 миллиарда долларов от продажи нефти и газа, то есть, можно это все компенсировать и туда-сюда, а во-вторых, ну, вы знаете, что в России конечно будут, уже сейчас ощущаются ухудшения экономической ситуации, были прогнозы, что она потерять может 15, 12-15 процентов ВВП на 22-й год, правда, сегодня Министерство финансов России опровергло эту цифру, 12 процентов сказали, что слишком много, мы можем выдержать, но все равно, падение будет, безусловно, но всегда, понимаете, через пропагандистские машины, там, пропаганду можно всегда, это, ну, скажем так, временные трудности, главный враг это НАТО, Запад, который только ждет, чтобы сокрушить Россию, добраться до ее недр, до ее нефти и газа, покорить и так далее, а наоборот, надо встать к колен, потому что, кстати говоря, расчет на то, допустим, через эмбарго, или через санкции, более мягкие, на то, что это ударит по благосостоянию людей, а это, в свою очередь, приведет людей в состояние социального и политического протеста, и в связи с этим политический режим может зашататься, эта логика, вот, которая всегда срабатывает где-то в других местах, она может не сработать в России, тем более, что, ну, это же авторитарный режим, не демократический, когда, ну, в современных демократиях, то люди голосуют кошельком во многом. Здесь может быть другая ситуация, поэтому готовятся к длительной войне, и опять-таки, вот, в последнем релизе американской разведки, да, они, Путин готовится к войне, тоже, Штаты готовятся, Россия готовится, и мы готовимся к длительной войне. Да, это будут, это будет, ну, скажем так, возможно, не всегда будет горячая война, где-то она будет локализована, как, например, сегодня на востоке Украины, на Донбассе идут упорные, кровопролитные бои, как говорится, контрбатарейная борьба и так далее. В Киеве более-менее, ну, скажем так, налаживается мирная жизнь, но, в принципе, перемирия нет, перехода к мирной, полноценной мирной жизни тоже нет, и, наверное, не будет в ближайшее время. Но тут вопрос, кстати говоря, вот с этим, по нам, что с нашей экономикой будет? Понимаете, в чем дело? Наша экономика, мы что-то не продаем нефть, более того, сейчас же мы видим логистическую войну, которая ведет против нас Россия. В чем она заключается? Одни заблокировали порты, и там зерно наше, мы не можем вывести зерно, так, зерно в Арабский Восток, основным потребителям нашего зерна. И, кстати говоря, вот на последней саммите Большой Семерки включался же и наш президент, он говорил об этом, что блокировка, блокирование украинских портов, логистическая война, которую ведет против нас Россия, это удары по инфраструктуре, по мостам, по логистическим цепочкам, железнодорожным узлам, не только медвоенные измерения, чтобы сюда, ну, на восток Украины не шла военная помощь со стороны стран Запада, со стран НАТО, в Украину, а для того, чтобы заблокировать наш экспорт. Поэтому сегодня остается только небольшое, такое горлышко, это Западная Украина, железная дорога и Западная Украина, это Львов и Ужгород, куда мы можем... Ну, через Румынию. Через Румынию, да, ну, туда идет, это у... Та идет, Закарпатия идет туда, на, как говорится, на юг вниз, это идет туда, а Львов идет туда, Германия и так далее. Ну, очень много сталкивается с этим, ну, не сталкивается, а собираются вот в эти все составы с нашим экспортом. Это же не только пшениц, зерно, это там и подсолнечное масло и другие металлургические, ну, результаты или продукты металлургии. Поэтому это проблема, потому что мы экономики, вот, кстати говоря, в этом прогнозе, что Россия потеряет 12% ВВП, наш прогноз, по нашему, как бы, по нам, по Украине, 45% ВВП мы можем потерять. Кстати говоря, отсюда тоже надо решать вопрос, как запускать экономику. Так, раз. Во-вторых, вот уже, ну, есть первые, ну, скажем, результаты. США отменили импортные пошлины нашу сталь и продукцию металлургического комплекса в США, потому что, действительно, а это, кстати, одна треть нашего экспорта всегда была. И это очень важная часть нашего экспорта. Это значит, что она подешевеет. Там, значит, больше будет спроса на нее, мы больше получим дохода. Но вопрос, когда нужно поставить еще, она ее вывести там в Днепропетровскую область, перевести сюда, на юг или на запад Украины, дальше, чтобы она пошла. Это тоже проблема, потому что, ну, это тоже экономическая война. Сегодняшняя война, это не только война на поле была. Это же не только война, как говорится, в камуфляже. Это и войны инфраструктурные, войны логистические, разбить цепочки, ударить по инфраструктуре, по мостам, по железной дороге, по портам заблокировать. И, кстати говоря, Большая Семерка, она прислушалась вот к этому тезису Зеленского о том, что это же провоцирует продовольственный кризис в мире. Это уже не наша проблема. Украинская проблема блокирования портов, особенно вот Азовский и на юге Украины. Так, Николаев там, Херсон, все связано. Вот, это еще, это еще уже становится, это еще становится глобальной проблемой и больше глобальной проблемой, потому что мы-то выстоим, если зерно у нас, мы не можем его вывезти, то у нас будет все нормально там с хлебом, ну, по крайней мере, в этом отношении, так, хлеб будет, с чего? Будет мука, будет хлеб, будут продукты и так далее. А что в глобальном измерении? Мир ждет продовольственная катастрофа, это, кстати, получило достаточно серьезный резонанс и надеюсь, что, ну, скажем, проблема разблокировки портов, в том числе и военным путем, она тоже будет, ну, скажем, учтена при дальнейшем плане военном и военно-инфраструктурном планировании компании, которую, ну, военной компании в Украине, нашим военно-политическим руководством, высшим, и нашими западными друзьями, партнерами. Владимир, вы сказали важную фразу, что Россия готовится к затяжной войне, Америка готовится к затяжной войне, и мы готовим к затяжной войне. это сколько затяжная война-то? Не знаю, не готов сказать, видите, мы давали уже прогнозы, что к лету закончится, так, с вами, но тогда, горячая фаза, вы говорили, о том, что Запад уверен, что Украина выстоит, даже, по-моему, так название было нашего ролика, нашего выступления, вот, Запад уверен, Украина выстоит, вот они посмотрели, выстояла, теперь переформулировали задачу, задача не только в том, чтобы не допустить поражения Украины, но, и не допустить победы России, но обеспечить поражение России, и тогда началась вот эта вся военная помощь и вот этот тяжелое ударное наступательное вооружение мы начали получать, кстати, мы тоже говорили вот с вами же об этом, что нам нужны не только, не столько противотанковые, эти ручные, там, ПЗРК, Стингеры, Джавелины, НЛАУ, так, а нам нужна ударное наступательное вооружение, гаубицы и тяжелая техника, танки или самоходные, гаубицы и так далее, так, вот, и, кстати, оно и пошло, и Ленд-Лиес, это очень важный момент, так, он меняет, это практически второй фронт, не прямое военное столкновение, не прямой военный, но фронт, прямого столкновения с Россией, но это второй фронт, так, военно-технический, который изменяет или конфигурацию, стратегическую конфигурацию войны и военной кампании, так, потому что, ну, Путин же не ожидал, что, скажем, ну, дальше до 9 мая, а потом можно объявить победу, а тут нет, нет победы, более того, вчера, ну, парад смотрел, кусками, так, там и там, а там витал призрак поражения, призрак геополитического поражения, погребальное настроение, во многом, вот такие, как бы, уныние, там не было пафоса, вот этого имперского, и куда пропало, сдулась имперская спесь, вот это, не было, значит, понимают, значит, будут затягиваться, но и проигрывать тоже пока, геополитическое поражение Россия уже получила, хотя и военные, относительно военные успехи есть, там, на Азовском море, на Донбассе, но военный успех, это ситуация относительная, а геополитическое поражение, это факт глобальный, глобального характера, глобального значения, в то время, как военный успех, это все-таки локальное значение имеет, так вот, но тем не менее, поражение никто признавать не будет, и мы не будем, почему, потому что на Минск-3 никто не пойдет, потому что многие, ну, потому что, я смотрю, тут в Украине начали, некоторые политические силы начали тут уже подготовиться к тому, чтобы в случае чего начинать сразу обвинять власть в Минске-3 и так далее, но Минска-3 не будет, вот если бы сегодня перемирие, вот давайте сегодня все, закончим, там они вышли, например, на границы, там, Донецкой, Луганской области, Мариуполь, там не взят, но уже контролируются, еще за взор встань, там еще тысяча человек, там тысяча наших бойцов, взор, так что пока еще не взят, ну, Херсон, ну, на этом все, можно подписывать Минск-3 и дальше опять, лет 5, 5-8 готовятся к новой, вот этого не будет, почему не будет, потому что, во-первых, это, ну что, опять в тупик вот этот, Минска-2, опять ждать войну, это раз, во-вторых, Зеленский не пойдет на это, потому что, он не хочет повторять Порошенко, и не будет повторять Порошенко, он критиковал за Минска-2, самого Порошенко, это два, в-третьих, уже прозвучал критерий победы, это возврат всех территорий, до 90, ну, в рамках международно признанных границ, это три, четвертый момент, очень важный, с точки зрения международных отношений, международного положения Украины, и геополитики, Минск-2, по-многому, скажем-то, это продукт Германии и Франции, Меркель и Оланда, ну, скорее всего, даже Меркель, учитывая то, что Оланд спал в Минске больше, а Меркель и Путин и работал, и они фактически, ну, склонили, я бы так сказал, Порошенко подписать, Минск-2, тем более ситуация там, был уже дебальцевский котел и так далее, сейчас сколько уже тебе говорилось про эти котлы, клещи, дуги, но нету котлов, это три, ну, четвертый момент, тогда, в 15-м году, американцы, или Обама, президент, так, США, отдал, конфликт на Донбассе, на аутсорсинг Германии, Меркель занималась этим, американцы не занимались этим, и так, поскольку, поскольку, со стороны смотрели, сейчас же, Америка, ну, вовлечена, непосредственно, в помощи, так, дипломатической, военной, военно-технической, Украине, она не дает на аутсорсинг, эту войну в Украине, это проблема, это международная, это глобальная проблема сегодня, так, а не локальная, европейская, как это было в 15-м году, это очень серьезно, поэтому, потому что, Соединенные Штаты Америки, ну, по крайней мере, хотят ослабить Россию, очень серьезно, для того, чтобы потом взяться за Китай, и Россия сама пошла на это, потому что, не было бы военной агрессии против Украины, то, очевидно, ситуация была бы другой, но они сами, они сами, как бы, выбрали вот этот путь свой, путь, этот сценарий, так вот, сегодня британцы и американцы, так, они вовлечены в конфликт, ну, вовлечены в каком смысле, с точки зрения помощи Украине, и недопущения, поражение Украины, это два, и третье, для них это, это не где-то далекий конфликт, это конфликт имеет глобальное значение, глобальное измерение, в отличие от 15-го года, и дальше, сегодня, все-таки, смотрите, последняя встреча была Оланда и Шольца, первая встреча, после переизбрания Макрона, нет, Макрона и Шольца, извините, да, они заявили о том, что, что-таки, надо искать путь переговоров, надо закончить войну, мы проснулись, как бы, Макрон после выборов проснулся, и начал, так сказать, новые инициативы, свои запускать, ну, и Шольц получил какую-то тоже новую поддержку, поскольку, некоторое время, немецкая политика находилась в рассередине, что ей делать, вся восточная политика Германии, она была заточена на Россию, кстати говоря, вот сегодня, Бербок в Киеве, это очень важный момент, я думаю, будет и скоро Шольц, и Штанмайер, Германия будет переориентировать свою восточную политику на Украину, она не окажется от восточной политики, но теперь вместо России будет Украина, но это тема отдельного, скажем так, разговора, я просто не мог не, ну, как бы, наметить новую линию анализа в будущем, так вот, но, поэтому Минск-3, где бы Германия и Франция снова бы там, Украине, или там Зеленскому, навязывали, вот это сценарий не будет, сам Зеленский на это не пойдет, и дал понять, что ничего не будет, а во-вторых, это уже как бы американцы и британцы тоже не дадут немцам и французам, ну, в какой-то степени, хотя бы частично, решать вот эту проблему, это тоже очень важно, чем отвечает, с 15-й от сегодняшнего года. Вот очень важная ремарка, вот вы сказали по поводу того, что не хотят, чтобы не только Россия победила, да, ну, вот, а дадут ли, отдадут ли Украине эту победу? Вот знаете, я очень горжусь нашей страной, нашим народом, нашими вооруженными силами, даже руководством страны, которая так себя проявила. Вот сейчас, если послушать там российские каналы, или где-то почитать, они же не Украине сейчас там проигрывают, не с Украиной они воюют, а с НАТО на территории Украины. И вот, не украдут ли у нас нашу победу, не только россияне, но и наши международные партнеры, конечно, которые очень сильно нам помогают, но тем не менее, разрешат ли, скажем так, вот, для учебника истории, мирового, написать так, что Украина победила Россию. Ну, если так и будет, попытаются, то мы не дадим. Не дадим залезть, залезть в наши карманы. Хотя бы почему? Потому что в первые недели, что они нам говорили, что они говорили Зеленскому? Мы готовы прислать спецназ, для того, чтобы он вас эвакуировал. Поезжайте в Варшаву, а может даже в Лондон, и будете из Лондона быть правительством Зуми. И они месяц ждали. Надеялись. Ну, как получится. Проиграем. Выиграет Россия. Победителей не судят. Ограничимся теми санкциями, которые ввели, и дальше начнем обычный бизнес, как это было. Так, знаете, поэтому, ну, мы же выставили, они же под... Они же тоже, как бы, ну, подождали. Увидели, что мы сопротивляемся. Причем, эта война для украинцев стала народной войной. Это народное сопротивление. Армия героически сражается. Россия попала, увязла. Победы нет. из Киева, из-под Киева ушла. Хотя, конечно, знаем, как она уходила и к чему это привело. Так. Тем более, после Бучи, после Бородянки, после других мест, после Мариуполя. Вот. Поэтому нам, Западу, тоже есть что сказать. Мы тут не должны и не действуем с позицией спросителя. Или несубъектность. Если Запад нам помогает, он помогает нам как субъектной стране, а не как простому такому объекту, рецепиенту этой помощи. В этом смысле мы субъектные. Да? Ну, это как тоже все-таки давайте хоть сравнения всегда хромают. Так, но Второй фронт во Второй мировой войне открыли в 1944 году. Когда уже Красная армия, она уже была на территории Восточной Европы. Уже территория Советского Союза была освобождена. И все-таки считается, что главный вклад в разгром нацизма и фашизма немецкого внесла Красная армия. Так и здесь главный разгром все-таки в разгром врага, главный вклад в разгром врага внесла Украинская. Украина внесла наспомогательная все-таки. Вот в этом это наш, ну скажем, не то, что аргумент в этом чья победа или что, но это решающий фактор, который дает нам право отстоять свое, извините за автологию, право на победу. Потому что оно все-таки на полях боя, это наши солдаты. Да, даже вот сейчас гаубицы, но это наши солдаты, наши офицеры, наши воины. Наша кровь там льется, украинцы. Так что победим, отстоим победу. Вадим Юрьевич, спасибо за оптимистичный прогноз. Ну что ж, следующий разговор намечен по поводу Украины, гегемоном Восточной Европы, новой страной. Ну, до этого надо. Не, ну, действительно, вы знаете, это очень важное уточнение, потому что из войны страны-победители, они выходили другими, они выходили намного сильными, усиленными. Это другие государства были. Тоже пример может быть так, кому-то не понравится, но Советский Союз до 41-го года и после 45-го года это уже другие государства были. И по идеологии, по структуре, и по стойкости власти, вообще по самоощущению людей, народа. Не спойлерите, не спойлерите, Да, да, нет, потому что народ-победитель это другое качество народа, другое качество нации. Это очень важно. Мы уже другая страна, мы уже другой народ. А когда будет окончательная победа, мы еще будем другими, сильнее и лучшими, конечно. Это будет другая Украина уже, действительно. Я напомню, Чарльз Тилли, уже, к сожалению, недавно скончавшийся, так известный социолог и политолог, сказал очень правильную такую вещь, такой важный тезис, я всегда его привожу. Государство строится на войне, война строит государство. К сожалению, так делается история. Так строится сильный государство. Так что надо победить, это не просто сражение, это война за государство, за государство, за будущее наше. И еще один момент, это значит, что главное не только, точнее так, важно и выиграть войну, но еще важнее выиграть мир. Не только военную победу, но и выиграть мир. Что часто было так, кто-то выиграл войну, но проиграл мир. А мы должны выиграть и то, и другого. Все, до следующего. Вадим Юрьевич, спасибо большое, все, до следующего эфира, всем нашим зрителям спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите комментарии, с нами был Вадим Карасев, я Инга Митерия с вами пришла. Все, всем удачи, спасибо большое.